Здравствуйте, уважаемые телезрители! Программа «Открытый диалог» по-прежнему с вами. По-прежнему наша студия интересные гости, которым есть что рассказать, показать и поделиться всегда важной информацией. И сегодня у нас в гостях, я думаю, не в последний раз. Будем приглашать и в дальнейшем, и через 5 лет, и через 20, и даже, может быть, через 40. Сергей Анатольевич Шпилев, участник войны в Афганистане, депутат муниципального образования поселка Тамирина, ревизор общественной организации ветеранов Афганистана и локальных войн Гвардии. Добрый вечер! Добрый вечер! Вопрос, наверное, первый, наводящий, не наводящий. Для вас важнее что? Депутатство или все-таки общественная организация Гвардии на данный момент и этап вашей жизни? На данный момент я бы не стал, конечно, разделять ни депутатство, ни работа в общественной организации Гвардии. Волей-неволей по работе как депутатства все равно получать такие же вопросы, как и общественная организация Гвардии. Мы, когда ее и создавали, первоочередные наши, конечно, были задачи, это содействие защиты прав ветеранов Афганистана и локальных войн, также ветеранов Великой Отечественной войны. И по ходу депутатской деятельности эти же вопросы возникают постоянно. Обычно депутаты возглавляют какие-то профильные комиссии, да? У вас, как называется? Тоже ветеранская? Нет, я вхожу в три комиссии. Это комиссия по вопросам ЖКХ, комиссия по безопасности и комиссия по социальным вопросам. Ну, так или иначе, дела воинов-афганцев у вас касаются? Обязательно. Непосредственно. Потому что мы, вот наша общественная организация действует с 2006 года. Ну и до этого тоже я работал в союзе ветеранов Афганистана в Люберецком. И постоянное общение. Конечно, без этого никуда. За эти пять лет что-то удалось вашей общественной организации глобально сделать на территории нашего района? Знаете, я считаю, что удалось. Во-первых, я скажу даже по своему поселку Томилино. Наша работа, во-первых, у нас шествует над семьей погибшего. Вот у нас в поселке Томилино проживает семья, вернее, уже осталась одна мама. Погибшего нашего афганца Пешкова. Мы с ней тесно взаимодействуем. Все ее проблемы, вот с тем, что мы можем помочь, мы обязательно помогаем. Потом некоторые, конечно, вопросы встают и по поводу физического состояния наших участников афганской войны. Где мы тоже оказываем посильную помощь, как и моральную, и материальную. В общем, работа идет полным ходом. Но если зайти к вам на сайт, то можно увидеть, что у вас чуть ли не каждый день проходят различные мероприятия. Ну, мы очень большое значение отдаем воспитанию военно-патриотического воспитания молодежи. А молодежь, вот это дети, это постоянный мотор, без которого, ну, без которого, я считаю, что немыслимо наше будущее. И нам кажется, что, какими они выросли, такое и будет наше будущее. И поэтому, конечно, у нас постоянные какие-то мероприятия, соревнования. Как и запланировано на этот год, тоже большое количество соревнований. Сергей Анатольевич, я знаю, что вы шефствуете над одним замечательным учреждением, где детишки проживают, ну, оставшиеся без родителей. Ну, шефство, непосредственное шефство у нас есть и в гимназии номер 18, над первым классом. Вот у нас уже мы это приняли первые пять лет назад, когда пришли детишки в первый класс, одни мальчики. Вот, мы взяли над ними шефство. А где девочки? Ну, там так разделено, такие есть классы мальчиков и классы девочек. Вот, и там очень приятная, интересная традиция 18-й гимназии. Они каждый год, первый класс, у них такое есть посвящение богатырей России. Вот, и дети, и преподаватели, и родительский комитет, они убирают какого-то, или родовойска, или какой-то такой героической профессии. Вот, перед этим у нас был класс, они изъявили быть десантниками. Соответственно, мы их посвятили в юные десантники, подарили всем по голубому берету, по десантному, вывозили их в действующую десантную часть, где они практически целый день провели, вот, как солдаты. Посмотрели оружие, побывали на боевой технике, полазили по ней. Это было 2 августа? Нет, это было не 2 августа, это было весной, потому что 2 августа в десантную часть трудно попасть. Или лучше не заходить. Или лучше, как говорится, не заходить. Тем более, эта войсковая часть, она постоянно, так сказать, горячих точек. Боевая. Боевая часть. Вот, и даже, они пообедали настоящим солдатским обедом, в общем, с впечатлением было уйма. В этом году, вот, пришел новый класс, но они заявили желание быть юным милиционером. Наверное, уже полицейским. Ну, по крайней мере, да. Ну, в общем, не знаю, как, как, в общем, да, теперь мы будем работать вот именно в этом направлении. Ну, опять же, так же, у нас есть и хорошая связь и с бывшими, и с действующими сотрудниками спецслужб. Вот, я думаю, детям тоже поездим, и повозим по музеям. Ну, впечатление у него будет уйма, может, конечно, это и отложится на их будущий выбор. Сергей Анатольевич, недавно Люберецкий район подписал соглашение с Юго-Восточным округом, где префект Владимир Борисович Зотов. И три года назад префект возродил систему ГТУ. Теперь издают эти нормативы-зачеты, вручается тот самый значок, книжечка. И префект сказал, что те ребята и девчонки, которые будут сдавать нормативы ГТУ, когда они будут поступать в высшее учебное заведение, им будут там делать какие-то большие привилегии. Как вы считаете, стоит ли возрождать в Люберецком районе эту систему? Ну, обязательно. Сами знаете, такая старая пословица «здоровый тел» или «здоровый дух». У меня самого сын занимается, серьезно занимается легкой атлетикой. Как говорится, даже фанатеет. И на некоторые соревнования я вместе с ним выезжал, смотрел. И знаете, вот мне радует такая тенденция, то, что на соревнованиях уже очень много народу. Вот молодежь, очень много молодежи занимается. И в различных видах спорта. Вот у нас также есть своя федерация карате, Гудзюрю-До, где возглавляет тоже депутат наш, Томилинский, Валерий Львович Клопов. Вот он президент федерации. И с каждым годом детей все больше и больше. Мы их также вывозим и в летние пионерские лагеря, и на всевозможные, и всесоюзные международные соревнования. Вот. И я думаю, то, что сила, здоровье, это во многом поможет и в дальнейшем. Вот у меня также есть знакомый в спорткомитете, где я тоже когда разговаривал по поводу этого. Поэтому, вот, и они даже сейчас не то, что седают, а уже даже как-то, уже требуют то, что люди, которые приходят даже по спортивной линии, обязательно должны налегать на учебу. В общем, учеба и спорт, это уже такие две не составляющие. Сергей Анатольевич, помните, когда мы в советские времена приходили в спортивную секцию, тренер у нас в конце недели дневник смотрел. Если двойка или тройка, то он запрещал на два или три занятия приходить, пока не справишь ситуацию. К сожалению, сейчас, наверное, этого уже нет. Хотя, я считаю, что это вещь необходимая. Стимулировать молодое поколение обязательно надо. Если хочешь заниматься, должен учиться. Сергей Анатольевич, в заключении нашего разговора хотелось бы, чтобы вы нашим телезрителям, кто с вами еще не знаком, рассказали, как попали в Афганистан, что там делали, как делали. И самое главное, живым вернулись. Ну, в Афганистан я попал... В 1985 году меня призывали в армию. Вот я попал сначала на 4 месяца в учебку в городе Ленинград. Был специалист танкового вооружения. И через 4 месяца наша учебка была, готовила специалистов, которые потом рассылали по всем округам. Ну, и вот нас с батареей 6 человек направили в Афганистан. Ну, первое впечатление, когда я туда прилетел, с Ленинграда, сначала на пересыльный пункт в Туркмению, в Черчик. А через 10 дней, ночью нас погрузили на самолет, и мы прилетели в Кабул. Конечно, первое впечатление, когда мы вышли, это горы, это мы думали, какая-то перестрелка. Ну, по крайней мере, было все тихо, тихо, спокойно. И на пересылки нас уже распределяли по войскам частям. Я попал служить, такая есть была провинция Кунг-Дус. Наш батальон занимался сопровождением колонн. Сопровождение колонн и охрана трубопровода. Самоопасные? Ну, я бы не сказал, что самоопасные. В таких, честно говоря, в таких прям каких-то катаклизмах, ну, у меня не было. Да, случалось там нападение на колонну. Как мы, правило, шли большой колонной сопровождением бронетехники. В этом плане очень оперативно, хорошо работали ребята, которые были на бронетехнике. И, как повторюсь, охрана трубопровода. Это две трубы лежали вдоль дороги от Термеза до Кабула. И по ним круглосуточно шла солярка. Это в качестве безвозмездной помощи афганскому народу. И вот его постоянно то простреливали, то взрывали, то какому-то дихканину нужно топливо. Он его разберет, наберет, а от путечки идет. Ну, вот участвовали в нескольких боевых операциях. Ну, дай бог, я считаю, что сложилось все хорошо. В 87-м году я демобилизовался. И приехал домой. Но больше к армии не возвращались? Нет, больше к армии не возвращались. Мы после службы, мы буквально, а уже здесь были ребята, которые перед этим прошли. Афганистан, уже был создан Союз ветеранов Афганистана. И я принял такое тесное участие уже в работе Союза ветеранов Афганистана. Сергей Анатольевич, спасибо большое, что в гости к нам пришли. Я думаю, что мы к вам в Томилино в гости тоже как-нибудь приедем. Обязательно ждем вас. Вы нам покажете, как живете вы, как живут ваши депутаты. И вообще, как у вас там все хорошо. Обязательно ждем вас. И, уважаемые телезрители, этого была программа «Открытый диалог». Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»